Конференцию главный тренер футбольного клуба Балтика Сергей Николаевич Игнашеевич. Сергей Николаевич, поздравляем с исторической для Калининграда победой. Прокомментируйте, пожалуйста, ее. Спасибо. Поздравляю еще раз всех наших ребят с победой. Они этого заслуживают. В особости хочу поздравить лично Николу Родмановуца, Сашу Осипову, Максиму Кузьмина, Тиграна Ванесяна. Всех тех ребят, у которых нет постоянной игровой практики. Нет хорошего игрового тонуса, но сегодня они вышли и в очередной раз доказали, что они футболисты уровня РПЛ. Мы можем на них рассчитывать и надеюсь, что все у них хорошо в карьере и в Балтике так же будет продолжаться. Поэтому еще раз поздравляю ребят с победой и поздравляю наших болельщиков. Олег, пожалуйста, вопросы. Сергей Николаевич, в прерыве вы сделали проектную замену. Из них две замены в пятерке защитников. Можно ли с чем это было связано? Связано ли с тем, что можно было какие-то перегревы внести в состав в данный момент и это вынуждение? Это была ротация. Четыре игрока в первом тайме имеют постоянную игровую практику. Мы их поменяли на 55-й минуте. Вышли другие четыре игрока основного состава. Ну, основного состава. Того состава, который играет в чемпионате. Поэтому это были плановые все замены. Мы играем части на четвертую. Ребята успевают восстанавливаться. Я думаю, что сыграть по тайму в таком графике это несложно. Ростов выводит мяч от своих ворот через вратаря. Известный прием. Обращали ли вы на это внимание? Просели ли вы не посетевать при этом? И про знак именно такого был забит? Да. Смотрели, изучали. Знаем, как Ростов начинает атаки. Думали, что Писяков будет играть. Который великолепно играет ногами. Сон играл Медведев. Очень хорошо, что ребята справились. Гравно сыграли в этом моменте. И забили гол. Поэтому еще раз их поздравляю. На ваш взгляд, игра, которая будет через две недели здесь в Ростове, у вас будет другой характер? Конечно, будет другой характер. Четвертая минута, мы повели 1-0. Играли уже более осторожно. Была ротация. И понятно, что на такой высокой стадии команда играет уже по результату. Конечно, будет совсем другая игра. Посмотрим, как будут развиваться события. И ротации такой, как у нас сегодня, тоже через две недели не будет. Будут ли еще вопросы? Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Продолжение следует...